Время революционного комитета Иркутск, столица восточно-сибирского генерал-губернаторства, середина России. Александр Васильевич Колчак, русский морской офицер, бывал здесь по крайней мере шесть раз. Иркутск помнит отбирала. Не первый год в день гибели Колчака приходят на берег Ангары иркутские казаки. Тут у Знаменского монастыря совершают они поминальный молебен, чтобы почтить память адмирала, а с ним и всех павших в борьбе за Россию. И нет здесь ни белых, ни красных. Есть единый русский народ, искупающий грех самоубийства в гражданской войне. Для людей православных обстоятельства смерти человека всегда очень важны. Ею поверяется праведность его земного пути. Ну, расстрел Колчака и премьер-министра Пепеляева произошел как раз после крещения. Их на санях подвезли к этому месту, к Знаменскому женскому монастырю, потому что только здесь была прорубь Иордань, которую можно было тело спустить. Иордань – это прорубь в форме креста, которую вырубают в крещение. И священник освящает воду в реке. Адмирал Колчак нашел последний покой в святых водах Байкала и в освященной воде, к тому же после крещения. Мы думаем, это имеет большой мистический смысл. Смысл того, что дело, которому он служил, свято. В праздник, перед крестным ходом ли, освящением воды, на колокольне Знаменского собора, перебор звонов, пробуждающих Иркутск, отдает свой голос Ирында, корабельный колокол, неведомо как попавший сюда с неблизкого Черного моря. Имя Колчака должно, наконец, занять свое место и на фризе Иркутского краеведческого музея, в ряду прославленных имен первопроходцев и исследователей Сибири. Раньше здесь располагалось Сибирское отделение Императорского русского географического общества, где лейтенант Колчак делал свой первый научный доклад. В библиотеке Иркутского университета все эти годы бережно сохраняли его работы, написанные по следам арктических экспедиций. Первый в Сибири этот университет был открыт Колчаком в 1918 году. Тогда же были сказаны им и эти слова. Мы ведем с большевиками смертельную борьбу, и она не может кончиться договором или соглашением. Ибо в этой борьбе мы защищаем Родину против интернационала, свободу против тирании, культуру против одичания. Что-то не опомнится тогда Россия, внимая его словам. А вот еще. Мы боремся против захватчиков власти, которые под ложным именем рабоче-крестьянского правительства поработили наше Отечество. Эти захватчики даже и не русские люди, а не наемники немцев. И кто они такие, вы отлично знаете. Колчак говорил не как политик, он не был им, а как офицер русского флота, который отвечал за каждое произнесенное им слово. О тех офицерах, кто изменил присяги, перейдя на довольствие большевиков, скажут им потом, что ж, надо было что-нибудь есть. Для Колчака такой выбор был немыслим. Слишком развито было чувство чести и любви к России. Современное сознание трудно усваивать некоторые понятия, если у них нет определенной цены. Адмирал, как известно, стал верховным правителем России при активном покровительстве союзников. Но как только он отказался передать им эшелон с золотым запасом Российской империи и распорядился контролировать вывоз награбленного в России добра, они от него избавились. Союзники сдали Колчака большевикам за один миллиард золотых рублей. Примерно на такую сумму оценивалось имущество, которое они хотели вывезти из страны. Колчак был арестован полицентром в вагоне, над которым развивались американский, английский, французский, японский и чехословацкий флаги. С помещенным в губернскую тюрьму адмиралам обращались достаточно корректно. Велись протоколы допросов, пока в Москве не узнали, что он в руках иркутского ревкома. Шифрограмма Ленина «Берет, если сделать архенадежно» – это приговор. Исполнение в духе той же традиции, что и убийство царской семьи. Расстрелять ночью – никакой могилы, а концы в воду. Подножье старого кладбища, оно вот здесь вот было. Вот и памятник Щапова, это ориентирую не было. Мы сейчас вот находимся внизу, вот это вот место, где и были убиты адмирал Колчак и генерал Пепеляевцы. Потом трупы эти погрузили на сани и по устью Ушаковки напротив Знаменского собора бросили в прорубь. Почему сейчас мы к таким людям такое внимание уделяем, расследуем, немыслимое даже? Потому что сейчас во время такого тотального предательства, измены, нам не хватает таких патриотов, сильных людей. Послав предсмертное благословение сыну, адмирал застегнул китель на все пуговицы, встал по стойке смирно и принял залп расстрельного взвода. В километрах в десяти вниз по Ангаре в нее вливается речка с незамысловатым названием Куда. В этих местах, по слухам, а люди серьезно уверяют, что есть и документы, адмирал Колчака был предан земле. В 20-м же, по весне, как Ангара вскрылась, бакенщик выловил тело. Местные чекисты после опознания тайно закопали Колчака вблизи деревенского погоста, тогда еще опасаясь стихийного людского почитания белого адмирала. Рядом старая деревенская церковь. Разорена, порогана, купол разрушен совсем, а серединная ось ее из корабельной сибирской лиственницы не поколеблена и готова вынести еще ни один крест. В самом же Иркутске также непрекаянно стоит обезглавленная Михайло-Архангельская церковь. В ней весной 1904 года венчались лейтенант флота Александр Васильевич Колчак и дочь действительного статского советника Софьи Федоровна Амирова. Тогда только начинался 20-летний путь славы, чести и самопожертвования будущего адмирала. Правда, уже позади был подвиг по спасению экспедиции барона Толли в Альдах Таймыра и проведенные трехлетние полярные исследования открывали для российского флота Северный морской путь. Сразу же после женитьбы Колчак добивается отправки на русско-японский фронт. Одна из немногих побед русского флота в этой позорной войне была добыта Колчаком командиром миноносца. Потом он командует той самой батареей в Порт-Артуре, что вела огонь до последнего снаряда. И восхищенные храбростью Колчака, попавшего в плен с госпиталем, японцы оставляют ему именное георгиевское оружие и предлагают остаться в Японии, гарантируя лечение и отдых. Но Колчак едет в Россию. Впереди работа по возрождению русского флота, создание морского мозга империи, генерального штаба, участие в разработке кораблей новых типов, которые должны обеспечить России господство на морях и победу в грядущей войне. А в первые же часы войны волей и умением Колчака минируется Финский залив, и это обеспечивает защиту России на Балтике. Теперь Колчак, самый молодой адмирал империи, назначается Николаем II, командующим Черноморским флотом и добивается превосходства России в Черном море. В 1917 году страна и флот, устоявшие в мировой войне, погружаются в бездну анархии и измены. Надежды всех, кто еще оставался верен долгу, обращаются к адмиралу, чье имя всегда приносило России славу и победу. Деникин, как и другие лидеры Белого движения, признав над собой власть Колчака, пишет «Да благословит Господь его крестный путь и дарует спасение России». Но было ли это возможно, когда, как писал современник, все в России как бы старалось доказать, что России больше нет? История всегда сохраняет документы, смысл которых трудно извратить. Это опись вещей, изъятых у Колчака при его аресте. Здесь все, что принадлежало верховному правителю, в полном распоряжении которого находился весь золотой запас России. Расческа, именная печать, помазок, Георгиевский офицерский крест, чайная ложка, банка консерв. Не дай бог, чтобы имя Колчака вносило сегодня раздор среди русских людей. Да и нам ли судить тех, для кого сохранение чести значило больше, чем сохранение жизни? Последний, командующий русским черноморским флотом, был из их числа. Реклама 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 Реклама